Анастасия Самойлова Анду Алмазик. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно, первый вопрос. Все-таки нужно ли как-то особенно готовить ребенка к школе? Или этот процесс происходит сам собой? Я не знаю еще таких детей, да даже взрослых, у которых этот процесс проходит сам собой. В любом случае нужно готовить. Всегда болезненно. Всегда болезненно. Даже вот если себя вспомните, когда вы выходите с отпуска, для вас это болезненно. Соответственно, для ребенка, у вас отпуск небольшой, например, ребенок все лето отдыхает, учитывая, что они в мае уже уходят на каникулы, конечно же, ему нужно готовить. И это нужно делать заранее. И в первую очередь настройте себя, а потом уже ребенка. Ну и теперь главный вопрос. Как это возможно? Как? Ну, для начала... Как перестроиться вообще из режима? Понятно, что лето, да, три месяца. Это долго. То есть это отпуск какой-нибудь, это лагерь, это прогулки, это сон до обеда, это отсутствие какой-то дисциплины, ну, какой-то маломальской, да, возможно. Вот что нам делать? И тем более, что в первую очередь нужно разбираться с родителями. Ну, вообще изначально ты уже сказала в своем вот подводочке ко мне, что режим дня у нас такой более расслабленный, да, мы там спим до обеда. Сначала начать режим свой, корректировать постепенно, не сразу все. Вот мы ложились там, допустим, в 10, сейчас мы ложимся в 8 вечера, к примеру. Все постепенно там немножко отодвигаем, тем более у нас время есть, осталось сколько, у нас две недели, да? Ну, да, да, даже побольше. Вот, это как раз самый нормальный такой период, когда уже нужно задуматься об этом и постепенно входить в режим. Те, кто прилетает с отпуска, конечно, им сложнее будет, но, тем не менее, режим нужно уже выстраивать. И даже если вы находитесь в отпуске, не здесь, то там тоже выстраиваем. Рано ложимся, рано встаем и так далее. Это режим, это напоминание про какие-то обязанности, да, вот как подготовить, которые ребенок, может быть, летом не выполнял. Может быть, кому потребуется, нужно что-то повторить из школьной программы, может быть, там, забыл, как писать, да? Там что-то... Надо все спросить, тебя не помнят вообще? Да, ну вот поговорить с ребенком вообще, как у него вот такое состояние, он ждет школу или не ждет школу. Например, вот у меня сын сам заговорил об этом, говорит, мам, я так хочу в школу. Я говорю, да, я хочу в школу, потому что я соскучился по своим ребятам. Мне, кстати, то же самое сказала моя дочь, она тоже сказала, что мне уже немножко надоело отдыхать, я бы уже хотела пойти в школу. Вот. И как раз-таки это один из тех моментов, как можно настроить ребенка, что если он не хочет по каким-то причинам, но ему напомнить о том, что у него все-таки там друзья, которых он, возможно, не видел все лето, и это вот повлияет. Может быть, есть любимые учителя, тоже этим можно как бы настрой создать такой положительный. Да, и вот главное, самое главное, это режим. Это я всем родителям говорю. Это всегда входит режим, что главное, это сон. Это сон, это питание корректировать, потому что в отпуске мы расслабляемся, это водные процедуры, про которые тоже, возможно, летом забываем, да. Это какие-то домашние обязанности, которые у нас вписаны в режим, там, я не знаю, элементарно. Помыть посуду за собой, постель застелить и... Зарядка, может быть, какая-то. Зарядка, одежду подготовить с вечера, там, к школе, да, там, с утра, чтобы не бегать. Рюкзак собрать, но если мы куда-то там ходим, опять же, одежду он может с вечера любую подготовить, но это уже выработается, что он привычка уже будет потом подготавливать. Ну и вот повторить, что забыл элементарно, не напрягая ребенка, а просто в таком вот легком формате спросить у него вообще, может, он не забыл, ему не нужно. Супер раз напомнит. Вот, да, а вот так вот, слегка. Если это малыши, там, допустим, в первый класс, то это может быть элементарно, ну, режим понятно, да, а вот про то, что забыл, не забыл, это полепить, порисовать, и для него это не будет так вот прям нагрузкой такой, но пальчики его вспомнят. А что касается режима, еще хотелось бы узнать, все-таки лето осталось совсем немножечко, вот уже наступит 1 сентября, все дети отправятся, начнется вот эта постоянная, очень долгая история, да, то есть утром встаем, вечером ложимся, то есть такое уже будет ни шагу влево, ни шагу вправо, но все-таки вот здесь такое, вот хочется уточнить, если сейчас ребенок, допустим, укладывать там в 10, в 11, да, ну вот во сколько нужно, и прям поднимать утром, или все-таки дать возможность ребенку поспать, ну, просто вставать раньше обеда, вот здесь, или все-таки дать ему как-то вдоволь уже выспаться, а потом просто резко поднять его 1 сентября. Это про постепенность. Допустим, если он спит до 12, то вы можете его разбудить, например, в 11-30. Ну, смотря какой ребенок, опять же, допустим, вот опять же своего сына, приведу, например, он спать любит, и для него вот разбудить его не в пол-12, а в 11, это будет стресс. Поэтому вот кому-то даже может быть на 10 минут раньше это уже стресс. Поэтому как-то постепенно и с вечера договариваться, что завтра я тебя разбужу на столько-то пораньше, чем ты спишь обычно. Поэтому, соответственно, лучше и лечь пораньше. И лечь, конечно, пораньше. Опять же, все зависит от возраста. У каждого возраста своя норма, сколько ему нужно спать. Но это именно вот с точки зрения психологии, это как-то еще влияет только не на то, что ребенок будет более настроен, более готов, это, наверное, еще и как-то психику немножечко успокаивать. Если ребенок, допустим, встает, встает по режиму и потом наступает 1 сентября, у него нет вот этого шока, нет вот этого стресса. Конечно, нет шока. И он с утра просыпается легче, и настроение другое, и организм, опять же. У нас же все связано. Он и физически отдохнул, соответственно, он психологически рад, и доволен, и счастлив пойдет в школу. Это не точно. Не точно. Это как получится. Ну, конечно, хотелось бы еще спросить, вот именно с точки зрения психологии, как повлиять на своего ребенка вот именно не вот этими шаблонными рассказами, нужно идти в школу, потому что ты должен учиться, потому что ты должен устроиться на работу. Ну, вот эти все неинтересные абсолютно истории, когда ребенок выключается еще на первой фразе. Может быть, вот есть какие-то такие некоторые уловки ума, чтобы все-таки какие-то положительные такие факты ребенку привести в пример, чтобы он захотел сам пойти в школу. То есть, ну, как-то его немножечко так нативно промотивировать. Ну, у каждого вот эти вот ниточки, они свои. Все индивидуально. Кто-то вообще, в принципе, не любит школу. Ну, вот не любит школу. Он и ходит туда, потому что у нас закон наш. Потому что надо. Говорит, что надо, и ты от него никуда не уйдешь. Вот. Ну, на кого-то только это подействует, что у нас есть такой закон в Российской Федерации, что нужно, ты должен учиться. Здесь, наверное, еще такой тонкий такой момент. Наверное, если ребенок прям категорически отказывается идти в школу, если действительно как-то очень, ну, видно, что ребенок сложно психологически это переживает, да, то, наверное, здесь нужно как-то глубже копнуть и понять, почему все-таки. Да, если это прям вот вот так вот штыки, то мы там ищем подводные камушки, да, какие там у него, все причины. А если так, аргументы, то это в первую очередь, конечно, друзья, о которых мы говорили, по которым они в любом случае скучают. Даже если они не говорят об этом, они говорят, да, я вот с этим не дружу, я вот с этим... все равно скучают. Они скучают по вот этой атмосфере, даже по шуму. А запах столовой? По столовой, да. Для кого-то это будет и столовая. Для кого-то, опять же, повторюсь, это учителя, которые любимые, с которыми им нравится проводить время и по которым они тоже скучают. Даже если они приходят недовольные со школы, там, устал. Нет, они скучают по школе, по вот этой вот самой атмосфере. Можно завлечь своими какими-то историями, там, сказать, а я бы вот тоже сейчас пошла в школу, потому что вот, да, у меня там было то-то, 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 какие-то свои положительные моменты вспомнить из школы и вот этим прям привести организм. И да, некоторые дети начинают раскрываться и задавать вопросы, а как у тебя так было, а у тебя так? Либо вот ассоциация, да, у многих с первым сентября, что это начало учебного года, это цветы, это праздник. Я не учусь в этот день, это праздник. Есть какие-то традиции, может быть, у кого-то первого сентября и их вспомнить. А новые вещи. Вот, да, это же вообще. Которые они тебе привезли из отпуска. Поэтому, а для себя, да, вот чтобы это вот себя как-то просто делать такую акцент, что вот, допустим, школа, это же не, в первую очередь, не только вот школа, учиться и учиться, учиться. Это вот для вас, как для родителей, важно, что ребенок там самостоятельный в какой-то мере. Он учится приспосабливаться, даже если у него там конфликты, но он там приспосабливается, он без вас учится вот это все вот решать. Поэтому аргумент для взрослых, это все-таки он без вас, он учится к разным ситуациям, да, вот приспосабливаться, социализироваться, эмоционально как-то реагировать, тоже учится без вас. А если вот все-таки вот мы проделали весь путь, ребенка стали пораньше укладывать спать, пораньше поднимать, там зарядку ему добавили, книги он читает, все хорошо, но тем не менее наступает все-таки день Икс, и ребенка случается истерика, не хочу, вот мне это не нравится, я не там, вот ранний подъем, я не выспался, вот такая случается ситуация, а тут суета, все собираются идти на праздник, да, и чтобы избежать как-то конфликта, да, чтобы все все-таки на линейку пришли в хорошем настроении, да, они с такими глазами не глядят друг на друга. Вот как, как вот это избежать как этого обойти? Ну, вообще, к истерикам стоит готовиться заранее, опять же, вот если вы сделали все шаги до подготовки вот к первому сентября, там, да, к учебному году, нужно от них не отходить и их соблюдать вплоть до, вот прям до первого сентября, и первого сентября, да, у нас она выпадает на воскресенье в этом году, и, наверное, все воскресенья хорошо погуляют, и в понедельник будет тяжело вставать. Вот даже в воскресенье нужно лечь в то же время, в которое вы ложились вот до этого все эти дни. Это очень важно, потому что многие вот этим как раз-таки грешат, и, ай, сегодня праздник, ляжем пораньше. А потом с утра ругаются на ребенка, вот ты опять из-за тебя опаздываю на работу, потому что ты-то, ты-то. Не винить ребенка ни в коем случае. Если это истерика, то ее нужно... Не истерить в ответ, наверное, как минимум. Не истерить, не обвинять, да, вот ты сам виноват, а просто какими-то методами пытаться его отвлечь. Отвлечь, а потом уже только пытаться договориться, что нам, ну, там, мы в школу идем. Вот именно переключить его внимание. Для этого есть разные игры, разные способы, это другая тема. Но опять же, вы знаете своего ребенка лучше, да, как его можно переключить. Кнопочки. Да. Это может быть что-то неожиданное там вспомнить. И он... Просто вот внимание на себя переключить и начать собираться. И все. А самое главное это вот не обвинять его. И самому себя держать в руках. И самому себя, да. Все-таки это праздник, это нужно ребенку идти положительно. Это праздник. Да. Это праздник. Нужно себе это где-то запомнить, отложить. Ну и, конечно, в завершении нашей беседы хотелось бы дать вам слово и посоветовать что-нибудь родителям, так, подытоживая нашу беседу. Совет быть примером для своих детей. В первую очередь, да, если у вас есть в семье лентяи, например, вот, то с этими лентяями нужно бороться. Да. И хотя бы как-то вот эти все углы сглаживать и показывать все-таки, что вам нравится ходить на работу, да. Отзываться как-то положительно о школе, о учителях. Ни в коем случае никакого негатива не должно быть, вот, когда вы. И тогда все сложится. И, опять же, режим, я про него всегда буду говорить. Это очень важно. И гаджеты. Гаджеты нужно, опять же... Это самая такая... Мы такие заканчиваем беседу, тут такой айсберг у нас просто выныривает. Нужно, да, его как-то контролить. Опять же, нужно, когда вы пишете свой режим, проговариваете свой режим, туда включать время пользования гаджетами. И тогда будет вам счастье. Ну, тема гаджетов, это, мне кажется, такая отдельная тема, которая тянет на еще несколько, на целую серию интервью, потому что это, мне кажется, просто проблема, с которой столкнулся каждый родитель в нашем современном обществе. Но сегодня мы говорим немножко о другом, да, поэтому готовить в школе, пока начинаем детей, а дальше уже поговорим о гаджетах, когда подготовимся к школе, не сразу, не все и сразу. Спасибо большое, что нашли время. Всегда рады видеть вас в нашей студии. приходите еще, потому что у нас огромное количество тем, которые хотелось бы обсудить, которые мы всегда и обсуждаем. Спасибо вам за приглашение. До свидания. До свидания.